Швейк и его товарищи давно уже кончили играть в карты, а денщик поручика Лукаша Баллоун почувствовал такой голод, что начал бунтовать против военного начальства и разорялся о том, что ему прекрасно известно, как объедаются господа офицеры. Теперь хуже, чем при крепостном праве. В старину на военной службе было не так. Еще в войну 66-го года офицеры, как рассказывал ему дедушка, живший на содержании у своих детей, делились солдатами и курицей, и куском хлеба. В войну 66-го года. Речь идет об австро-прусской войне, завершившей борьбу между Австрией и Пруссией за руководящую роль в Германском Союзе и явившейся важным этапом в объединении Германии под гегемонией Пруссии. Причитанием Баллоуна не было конца, и Швейк счел нужным похвалить военные порядки и нынешнюю войну. — Уж очень молодой у тебя дедушка, — добродушно улыбаясь, начал он, когда приехали в РАП. — Твой дедушка помнит только войну 66-го года, а вот дедушка моего знакомого Рановского служил в Италии еще при крепостном праве. Отслужил он там двенадцать лет и вернулся домой к опралам. Работы для него не находилось. Так вот, этого дедушку нанял его же отец. Как-то раз поехали они на барщину корчевать пни. Один пень, как нам рассказывал тот дедушка, работавший у своего тятеньки, был такой здоровенный, что его не могли с места сдвинуть. — Ну, дед и говорит. — Да оставим эту сволочь здесь. На кой мучиться? А лесник, услышав это, стал рать и замахнулся на него палкой выкорчевать пень, и все тут. Капрал и сказал-то ему всего-навсего. Ты, молокосос, я старый отставной солдат. А уже через неделю получил повестку и опять должен был явиться для отбывания воинской повинности в Италии. Пробыл он там еще десять лет и написал домой, что, когда вернется, трахнет лесника по голове топором. Ну, по счастью, лесник умер раньше, в своей смерти. В этот момент в дверях вагона появился поручик Лукаш. — Швейк, идите-ка сюда, — сказал он. — Бросьте ваши глупые разглагольствования. Лучше разъясните мне кое-что. — Слушаюсь. — Иду, господин обер-лейтенант. Поручик Лукаш увел Швейка с собой. Взгляд, которым он наградил его, не предвещал ничего хорошего. Дело заключалось в том, что во время позорно провалившейся лекции капитана Сагнера поручик Лукаш, сопоставив факты, нашел единственно возможное решение загадки. Для этого, правда, не пришлось прибегать к особо сложным умозаключениям, так как за день до отъезда Швейк рапортовал Лукашу. — Господин обер-лейтенант, в батальоне лежат какие-то книжки для господ офицеров. Я принес их из полковой канцелярии. Когда Лукаш и Швейк перешли через второй путь и остановились у погашенного локомотива, который уже неделю дожидался поезда с боевыми припасами, Лукаш без обиняков спросил. — Швейк, что стало с этими книжками? — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант. Это очень длинная история. А вы всегда изволите сердиться, когда я рассказываю подробно. Помните, вы разорвали официальные отношения касательно военного займа и хотели мне дать подзатыльник. А я на это вам рассказал, что в одной книжке было написано, как прежде во время войны люди платили с окна. За каждое окно двадцать геллеров и с гуся столько же. — Этак, Швейк, мы с вами никогда не кончим, — прервал поручик. Он заранее решил вести допрос так, чтобы этот прохвост, Швейк, самого важного не узнал и не мог этого использовать. — Знаете Гангофера? — Кто он такой? — вежливо осведомился Швейк. — Немецкий писатель, дурак вы этки! — обозлился поручик Лукш. — Ей-богу, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, и лицо его выразило искреннюю муку. — Лично я не знаком ни с одним немецким писателем. Я был знаком только с одним чешским писателем, Гаиком Ладиславом из Доможлиц. Он был редактором журнала «Мир животных», и я ему всучил дворняшку за чистокровного шпица. Очень веселый и порядочный был человек. Посещал он один трактир и всегда читал там свои рассказы, такие печальные, что все со смеха умирали, а он плакал и платил за всех. А мы должны были ему петь. — Доможлицкая башня, росписью украшена, кто ее так размалевал, часто девушек целовал, больше нет его здесь. Помер, вышел весь. — Вы не в театре. — Орет, как оперный певец! — испуганно прошипел поручик Лукаш, когда Швейк запел последнюю фразу. Помер, вышел весь. — Я вас не об этом спрашиваю. Я хотел только знать. Обратили вы внимание, что те книжки, о которых вы говорили, — сочинения Гангофера. — Так что стало с теми книжками? — злобно выпалил поручик. — С теми, которые я принес из полковой канцелярии? — задумчиво переспросил Швейк. — О ней действительно, господин обер-лейтенант, были написаны тем, о котором вы спрашивали, не знаком ли я с ним. — Я получил телефонограмму прямо из полковой канцелярии. Видите ли, там хотели послать эти книжки в канцелярию батальона. Но в канцелярии не было ни души, ведь все непременно должны были пойти в кантину, ибо, отправляясь на фронт, никто не знает, доведется ли ему когда-нибудь опять посидеть в кантине. Так вот, там они были и пили. В других маршевых ротах по телефону тоже никого не смогли отыскать. — Памятуя, что мне, как ординарцу, вы приказали дежурить у телефона, пока к нам не будет прикомандирован телефонист Ходонский, я сидел и ждал, пока не дошла и до меня очередь. В полковой канцелярии ругались, никуда, мол, не дозвонишься, а получена телефонограмма с приказом забрать из полковой канцелярии книжки для господ-офицеров всего маршевого батальона. Так как я понимаю, господин обер-лейтенант, что на военной службе нужно действовать быстро, я ответил им по телефону, что сам заберу эти книжки и отнесу их в батальонную канцелярию. Мне дали такой тяжелый ранец, что я едва его дотащил. Здесь я просмотрел эти книжки и рассудил по-своему. Старший писарь в полковой канцелярии сказал мне, что согласно телефонограмме, которая была передана в полк, в батальоне уже знают, какие из этих книжек выбрать. Который там том. Эти книжки были в двух томах. Первый том отдельно, второй отдельно. Ни разу в жизни я так не смеялся, потому что я прочел много книжек, но никогда не начинал читать со второго тома. А он мне опять. Вот вам первые тома, а вот вторые. Который том должны читать господа офицеры, они уж сами знают. Ну, я подумал, что все налезались, потому что книжку всегда читают сначала. Скажем, роман об отцовских грехах, который я принес, я, можно сказать, знаю немецкий язык, нужно начинать с первого тома. Ведь мы не евреи и не читаем сзаду наперед. Потом по телефону я спросил об этом вас, господин оберлейтенант, когда вы возвратились из офицерского собрания. Я рапортовал вам об этих книжках, спросил, не пошло ли на войне все шиворот на выворот, и не полагается ли читать книжки в обратном порядке, сначала второй том, а потом первый. Вы ответили, что я пьяная скотина, раз не знаю, что вотче наш сначала идет отче наш, и только потом аминь. — Вам не хорошо, господин оберлейтенант? — с участием спросил Швейк, видя, как побледневший поручик Лукаш схватился за подножку погасшего провоза. Бледное лицо Лукаша уже не выражало злобы. На нем было написано безнадежное отчаяние. — Продолжайте, продолжайте, Швейк, уже прошло. — Уже все равно. И я, — прозвучал на заброшенном пути мягкий голос Швейка, — придерживался, как я уже говорил, того же мнения. Однажды я купил кровавый роман «Рош Шаван из Баконского леса», и в нем не хватало первой части. Так мне пришлось догадываться о том, что было вначале. Ведь даже в разбойничьей истории без первой части не обойтись. Мне было совершенно ясно, что, собственно говоря, господам-офицерам совершенно бессмысленно читать сначала вторую часть, а потом первую. Ну и глупо было бы с моей стороны передавать в батальон то, что мне сказали в полковой канцелярии. Господа-офицеры, мол, сами знают, который том должны читать. Вообще вся эта история с этими книжками, господин обер-лейтенант, казалась мне ужасно странной и загадочной. Я знал, что господа-офицеры вообще мало читают, а в грохоте войны... — Оставьте ваши глупости, Швейк, — простонал поручик Лукш. — Квитья, господин обер-лейтенант, тогда же спросил, желаете ли вы сразу оба тома. А вы ответили точь в точь, как теперь, чтобы я оставил свои глупости. Нечего, мол, таскаться с какими-то книгами. И я решил, раз таково ваше мнение, то остальные господа-офицеры должны быть того же мнения. Посоветовался я об этом с вашим Ванеком, ведь он уже был на фронте и имеет опыт в подобных делах. Он сказал, что поначалу господа-офицеры воображали, будто война чепуха, и привозили на фронт, словно на дачу, целой библиотеки. Офицеры получали от эрцгерцогинь в дар даже полные собрания сочинений разных поэтов, так что денщики под тяжестью книг сгибались в три погибели и проклинали день, когда их мать на свет родила. Ванек рассказывал, что эти книги совершенно не шли на раскурку, так как были напечатаны на очень хорошей толстой бумаге, а в отхожем месте человек такими стихами обдирал себе, извиняюсь, господин-обер-лейтенант всю задницу. Читать было некогда, так как все время приходилось удирать. Все понемножку выбрасывалось, а потом уже стало правилом. Заслышав первую канонаду, денщик сразу вышвыривает все книги для чтения. Все это я уже знал, но мне хотелось, господин-обер-лейтенант, еще раз услышать ваше мнение, и когда я вас спросил по телефону, что делать с этими книжками, вы сказали, что когда мне что-нибудь влезет в мою дурацкую башку, я не отстану до тех пор, пока не получу по морде. Так я, значит, господин-обер-лейтенант отнес в канцелярию батальона только первые тома этого романа, а второй том оставил на время в нашей ротной канцелярии. Сделал я это с добрым намерением, чтобы после того, как господа офицеры прочтут первый том, выдать им второй том, как это делается в библиотеке. Но вдруг пришло извещение об отправке, и по всему батальону была передана телефонограмма. — Все лишнее сдать на полковой склад. Я еще раз спросил господина Ванека, не считает ли он второй том романа лишним. Он мне ответил, что после печального опыта в Сербии, Галиции и Венгрии никаких книг для чтения на фронт не возят. Единственно полезными являются только ящики в городах, куда для солдат складывают прочитанные газеты, так как в газету удобно завертывать табак или сено, что курят солдаты в окопах. В батальоне уже роздали первые тома этого романа, а вторые тома мы отнесли на склад. Швейк помолчал, а минуту спустя добавил. Там, на этом складе, чего только нет. Даже цилиндр Будеевицкого регента, в котором он явился в полк по мобилизации. — Одно скажу вам, Швейк, — с тяжким вздохом произнес поручик Лукаш. — Вы даже не отдаете себе отчета в размерах своих проступков. Мне уже самому противно без конца повторять, что вы идиот. Слов не хватает, чтобы определить вашу глупость. Когда я называю вас идиотом, это еще очень мягко и снисходительно. — Вы сделали такую ужасную вещь, что все преступления, совершенные вами с тех пор, как я вас знаю, ангельская музыка по сравнению с этим. Если бы вы только знали, что вы натворили, Швейк, но вы этого никогда не узнаете. Если когда-нибудь вспомнят об этих книжках, не вздумайте трепаться, что я сказал вам по телефону насчет второго тома. Если зайдет речь о том, как обстояло дело с первым и вторым томами, вы и виду не подавайте. Вы ничего не знаете, ни о чем не помните. Посмейте только впутать меня в какую-нибудь историю. Смотрите у меня. Поручик Лукаш говорил, как в лихорадке. Момент, когда он умолк, Швейк использовал для невинного вопроса. — Прошу великодошно простить меня, господин обер-лейтенант, но почему я никогда не узнаю, что я такого ужасного натворил? Я, господин обер-лейтенант, осмелился вас спросить об этом единственно для того, чтобы в будущем избегать подобных вещей. Мы ведь, как говорится, учимся на своих ошибках. Вот, например, летейщик Адамец из Даньковки. Он по ошибке выпил соляную кислоту. Швейк не окончил, так как поручик Лукаш прервал его повествование. — Балбес! — Ничего я не буду объяснять. Лезьте обратно в вагон и скажите балуону. Пусть он, когда мы приедем в Будапешт, принесет в штабной вагон булочку и печеночный паштет, который лежит внизу в моем чемоданчике, завернутый в станиоль. А ванеку скажите, что он лошак. — Трижды я приказывал ему представить мне точные данные о численном составе роты. Сегодня мне эти данные понадобились, и оказалось, что у меня старые сведения с прошлой недели. — Слушаюсь, господин обер-лейтенант, — пролаял Швейк и не спеша направился к своему вагону. Поручик Лукаш, бредя по железнодорожному полотну, бронил сам себя. Мне бы следовало надавать ему оплеух, а я болтаю с ним, как с приятелем. Швейк степенно влез в свой вагон. Он проникся уважением к своей особе. Ведь не каждый день удается совершить нечто столь страшное, что даже сам не имеешь права узнать это. — Господин Фельдфебель, — доложил Швейк, усевшись на свое место, — господин обер-лейтенант Лукаш, как мне кажется, сегодня в очень хорошем расположении духа. Он велел передать вам, что вы лошак, так как он уже трижды требовал от вас точных сведений о численном составе роты. — Боже ты мой! — разволновался Ванок. — Задам же я теперь этим взводным. Разве я виноват, если каждый бродяга взводный делает, что ему вздумается, и не посылает мне данных о составе взвода? Из пальца мне, что ли, высосать эти сведения? Вот какие порядки у нас в роте! Это, возможно, только в нашей, одиннадцатой маршевой роте. Я это предчувствовал. Я так и знал. Я ни минуты не сомневался, что у нас непорядки. Сегодня в кухне недостает четырех порций. Завтра, наоборот, три лишних. Если бы эти разбойники сообщали, по крайней мере, кто лежит в госпитале. Еще прошлый месяц у меня в ведомостях значился Никодем. И только при выплате жалований я узнал, что этот Никодем умер от скоротечной чахотки в Будеевицкой туберкулезной больнице. А мы все это время получали на него довольствие. Мы выдали для него мундир. А куда он делся, один бог ведает. И после этого господин обер-лейтенант называет меня лошаком. Он сам не в состоянии уследить за порядком в своей роте. Старший писарь Ванек взволнованно расхаживал по вагон. Будь я командиром, у меня все бы шло как по писанному. Я имел бы сведения о каждом. Унтера должны были бы дважды в день подавать мне данные о численном составе. Но что делать, когда наши унтера ни к черту не годятся? И хуже всех взводный Зика. Все шуточки да анекдоты. Ты ему объявляешь, что колоржик откомандирован из его взвода в обоз, а он на другой день докладывает, что численный состав взвода остался без изменения, как будто колоржик и сейчас болтается в роте и в его взводе. И так изо дня в день. А после этого я лошак. Нет, господин обер-лейтенант, так вы не приобретете себе друзей. Старший ротный писарь в чине фельдфебеля — это вам не ефрейтор, которым каждый может подтереть себе? Балун, слушавший Розине Рот, договорил Заванека это изящное словцо, желая, по-видимому, вмешаться в разговор. — Циц вы там! — озлился разволновавшийся старший писарь. — Послушай-ка, Балун, — вдруг вспомнил Швейк, — господин обер-лейтенант велел тебе, как только мы приедем в Будапешт, принести булочку и печеночный паштет в станиоле, который лежит в чемоданчике у господина обер-лейтенанта в самом низу. Великан Балун сразу сник, безнадежно свесив свои длинные обезьяньи руки, и долго оставался в таком положении. — Нет его у меня! Едва слышно, с отчаянием пролепетал он, уставившись на грязный пол вагона. — Нет его у меня! — повторил он отрывисто. — Я думал, я его перед отъездом развернул. — Я его понюхал. Не испортился ли? — Я его попробовал! — закричал он с таким искренним раскаянием, что всем все стало ясно. — Вы сожрали его вместе со станиолем! — остановился перед Балуоном старший писарь Ванек. Он развеселился. — Теперь ему не нужно доказывать, что не только он лошак, как назвал его поручик Лукаш. Теперь ясно, что причина колебания численности состава Х имеет свои глубокие корни в других лошаках. Кроме того, он был доволен, что переменилась тема разговора, и объектом насмешек стал ненасытный Балуон и новое трагическое происшествие. Ванека так и подмывала сказать Балуону что-нибудь неприятное, нравоучительное, но его опередил повар-оккультист. — Вы, Балуон, должны постоянно следить за собой, чтобы не потерять веры в себя и в свою судьбу. Вы не имеете права приписывать себе то, что является заслугой других. Всякий раз, когда перед вами возникает проблема, подобная сегодняшней, сожрать или не сожрать, спросите самого себя, в каком отношении ко мне находится печеночный паштет? Швейк счел нужным пояснить это теоретическое положение примером. — Ты, Балуон, говорил, что у вас будут резать свинью и коптить ее, и что как только ты узнаешь номер нашей полевой почты, тебе пришлют окорок. Ну вот представь себе, полевая почта переслала окорок к нам в роту, и мы с господином старшим ротным писарем отрезали себе по куску. Ветчина так нам понравилась, что мы отрезали еще по куску, пока с этим окороком не случилось то, что с одним моим знакомым почтальоном по фамилии Козел. У него была Костоеда. Сначала ему отрезали ногу по щиколотку, потом по колено, потом ляжку, а если бы он вовремя не умер, его чинили бы, как карандаш с разбитым графитом. Представь себе, что мы сожрали твой окорок, как ты и слопал печеночный паштет у господина обер-лейтенанта. Великан Балуон обвел всех грустным взглядом. — Только благодаря моим стараниям, — напомнил Балуону старший писарь, — вы остались в денщиках у господина обер-лейтенанта. Вас хотели перевезти в санитары, и вам пришлось бы выносить раненых с поля сражения. Под Дуклой наши три раза подряд посылали санитаров за прапорщиком, который был ранен в живот у самых проволочных заграждений, и все они остались там, все пули угодили в голову. Только четвертой паре санитаров удалось вынести его с линии огня, но еще по дороге в перевязочный пункт прапорщик приказал долго жить. Балуон не сдержался и всхлипнул. — Постыдился бы, — с презрением сказал Швейк. — А еще солдат. — Да, если я не гожусь для войны, — захныкал Балуон. — Обжоры я, ненасытный я, это правда. А ведь все потому, что оторвали меня от привычной жизни. Это у нас в роду. Покойник-отец в противенском трактире бился об заклад, что за один присест съест пятьдесят сарделек до два крова и хлеба. И выиграл. А я раз поспорил, что съем четырех гусей и две миски кнедликов с капустой. И съел. Бывало, после обеда захочется закусить, схожу в чуланчик, отрежу себе кусок мяса, пошлю за жбаном пива и умну килограмма два копченого мяса. Служил у нас батрак Вомола, старый человек, так он мне всегда внушал, чтобы я этим не гордился и не приучался к обжорству. Он, мол, помнит, как дед рассказывал про одного обжору. Во время войны и восемь лет подряд не родился хлеб, пекли тогда что-то из соломы и из льняного жмыха. А когда в молоко могли накрошить немного творогу, ведь хлеба-то не было, это считалось большим праздником. Обжора мужик помер через неделю, потому что его желудок к голоду был непривычен. Баллон обратил печальный взор к небу. Но я верю, что Господь Бог хоть и наказует людей за грехи, но все же со всем их своей милостью не оставляет. Господь Бог сотворил обжор, он о них и позаботится, — заметил Швейк. Один раз тебя уже связывали, а теперь ты вполне заслужил передовые позиции. Когда я был денщиком господина обер-лейтенанта, он во всем на меня полагался. Ему и в голову не приходило, что я могу что-нибудь у него сожрать. Когда выдавали сверхпайка, он мне обычно говорил, — возьмите это себе, Швейк. Или же, — чего там, мне много не нужно. Оставьте мне часть, а с остальным поступайте, как знаете. Когда мы жили в Праге, он меня посылал в ресторан за обедом. Порции там были очень маленькие, так что я, чтобы он ничего плохого не вообразил, покупал ему на свои последние деньги еще одну порцию, только бы он наелся досыта. Но как-то он об этом дознался. Я приносил из ресторана меню, а он себе выбирал. Однажды он выбрал фаршированного голубя. Когда мне дали половину голубя, я решил, что господин обер-лейтенант может подумать, будто другая половина съедена мной. Купил я еще одну половину и принес домой такую царскую порцию, что господин обер-лейтенант Шеба, который в тот день искал, где бы ему пообедать, и зашел в гости к моему лейтенанту, как раз в обеденное время, тоже наелся. А когда наелся, то заявил. — Только не рассказывай мне, что это одна порция. Нигде в мире ты не получишь по меню целого фаршированного голубя. Если сегодня мне удастся стрельнуть деньги, то я пошлю за обедом в этот твой ресторан. Сознайся, это двойная порция. Господин обер-лейтенант попросил меня подтвердить, что деньги были отпущены на одну порцию, ведь я не знал же, что в этот день у него будут гости. Я подтвердил. — Вот, видишь, — сказал мой обер-лейтенант. — Но это еще пустяки. Недавно Швейк принес на обед две гусиные ножки. Представь себе, лапша. Говядина с сарделевой подливой, две гусиные ножки, кнедликов и капусты прямо до потолка, и, наконец, блинчики. — Та-та-та-та-та-та-та-та-та, чёрт подери, — облизывался Балуон. Швейк продолжал. Это явилось камнем преткновения. Господин обер-лейтенант Шеба на следующий же день послал своего долговязого денщика в наш ресторан. Тот принес ему на закуску маленькую кучку куриного пилова, ну, словно шестинедельный ребенок накакал в пеленочку. Так, ложечки две. Тут господин обер-лейтенант Шеба бросился на него, ты, мол, половину сам сожрал, а тот, знай, твердит, что невиновен. Господин обер-лейтенант Шеба съездил ему по морде и поставил в пример меня. Он, мол, вот какие порции носит господину обер-лейтенанту Лукашу. На другой день этот невинно избитый солдат снова пошёл за обедом, расспросил обо мне в ресторане и рассказал всё своему господину, а тот, в свою очередь, моему обер-лейтенанту. Ну, сижу я вечером с газетой, читаю сводки вражеских штабов с поля сражения. Вдруг входит мой обер-лейтенант, весь бледный, и сразу ко мне. Признавайся, де, сколько двойных порций купил в ресторане за свой счёт. Ему, мол, всё известно, и никакое запирательство мне не поможет. Он, мол, давно знает, что я идиот, но что я к тому же ещё и сумасшедший. Это ему будто бы в голову не приходило. Я идиотак его опозорил, что теперь у него единственное желание застрелить меня, а потом себя. Господин обер-лейтенант, объясняю я, когда вы меня принимали в деньщики, то в первый же день заявили, что все деньщики — воры и подлецы, а так как в этом ресторане действительно давали очень маленькие порции, то вы и взаправду могли подумать, что я такой же подлец, как и все, способный жрать вашу... — Господи, милостивый! — прошептал Балуон, нагнулся за чемоданчиком поручика Лукаша и скрылся с ним в глубине вагона. — Потом поручик Лукаш, — продолжал Швейк, стал рыться во всех карманах, а когда это ни к чему не привело, он вынул из жилетки серебряные часы и отдал их мне. Так растрогался. Швейк говорит, — Когда я получу жалование, составьте счет, сколько я вам должен, а часы эти — мой подарок, и в другой раз не будьте идиотом. Ну, как-то раз нам пришлось очень туго, и я отнес часы в ломбард. — Что вы там делаете, Балуон? — вдруг воскликнул старший писарь Ванек. Бедняга Балуон поперхнулся от неожиданности, он уже успел открыть чемоданчик поручика Лукаша и запихивал в рот его последнюю булочку. Мимо станции, не останавливаясь, прошел другой воинский поезд, битком набитый дейчмейстерами, которых отправляли на сербский фронт. Они до сих пор не опомнились после восторженных проводов в Вене и без устали орали. Храбрый рыцарь, принц Евгений, обещал монарху в Вене, что вернет ему Белград, перекинет мост понтонный, и тот час пойдут колонны на войну, как на парад. Какой-то капрал с залихватски закрученными усами облокотился о плечи солдат, которые, сидя в дверях, болтали ногами, и высунулся из вагона. Капрал дирижировал и неистово кричал «Скоро мост был перетинут, и обоз тяжелый двинут вместе с войском за Дунай. Под земли нам стали наши, чтоб из сербов сделать кашу». Вдруг он потерял равновесие, вылетел из вагона, на лету со всего маху ударился животом о рычаг стрелки и повис на нем, как наколотый. Поезд же шел все дальше, и в задних вагонах пели другую песню. Граф Родецкий, воин бравый, из ломбардии лукавый, клялся вымести врагов, ждал в вероне подкреплений, и, хоть не без промедлений, дождался, вздохнул легко. Наколотый на дурацкую стрелку воинственный капрал был мертв. Около него на карауле уже стоял молодой солдатик из состава вокзальной комендатуры, исключительно серьезно выполнявший свои обязанности. Он стоял на вытяжку с таким победоносным видом, будто это он насадил капрала на стрелку. Молодой солдат был мадьяр, и когда из эшелона батальона девяносто первого полка приходили смотреть на капрала, он орал на всю станцию «Не разрешается! Не разрешается! Военная комиссия не разрешается!» Уже отмучился, вздохнул бравый солдат Швейк, который также оказался среди любопытствующих. Но в этом есть свое преимущество. Хоть он и получил кусок железа в живот, зато все знают, где похоронен. Его могилу не придется разыскивать на всех полях сражений. Очень аккуратно накололся. Сознанием дела прибавил Швейк, обойдя капрала со всех сторон. Кишки остались в штанах. «Не разрешается!» — кричал молоденький мадьярский солдат. За спиной Швейка раздался строгий окрик. «Вы что тут делаете?» Перед ним стоял кадет Биглер. Швейк отдал честь. «Осмелюсь доложить, рассматриваем покойника, господин кадет!» «А что за агитацию вы здесь развели?» «Какое вам до всего этого дела?» «Осмелюсь доложить, господин кадет, — с достоинством и спокойно ответил Швейк. Я никогда никакой за агитацией не вел!» За спиной кадета послышался смех солдат, и старший писарь Ванек выступил вперед. «Господин кадет, — объяснил он, — господин обер-лейтенант послал сюда ординарца Швейка, чтобы тот сообщил ему о случившемся. Я был недавно в штабном вагоне. «Вас там разыскивает Матушич по распоряжению господина командира батальона. Вам следует немедленно явиться к господину капитану Сагнеру». Когда минуту спустя раздался сигнал на посадку, все разбрелись по вагонам. Ванек, идя рядом со Швейком, сказал, «Когда собирается много народу, вы поменьше разглагольствуйте. У вас могут быть неприятности. Раз этот капрал из дейчмейстеров, то будут говорить, что вы радовались его смерти. Ведь Биглер — заядлый чехоед». «Да ведь я ничего и не говорил», — возразил Швейк тоном, исключавшим всякое сомнение. «Ну, разве только что капрал напоролся аккуратно, и все кишки остались у него в штанах. Он мог». «Лучше прекратим этот разговор, Швейк». И старший писарь Ванек сплюнул. «Так ведь все равно», — не унимался Швейк, «где за государя-императора вылезут кишки, здесь или там? Он свой долг выполнил. Он мог бы». «Посмотрите, Швейк», — прервал его Ванек. «Ординарец батальона Матушич опять несется к штабному вагону». «Удивляюсь, как он еще не растянулся на рельсах». Незадолго перед этим между капитаном Сагнером и усердным Биглером произошел очень резкий разговор. «Я удивлен, кадет Биглер», — начал капитан Сагнер. «Почему вы немедленно не доложили мне, что солдатам не выдали 150 граммов венгерской колбасы? Теперь мне самому приходится ходить и выяснять, почему солдаты возвращаются со склада с пустыми руками. Господа офицеры тоже хороши, словно приказ не есть приказ. Ведь я точно выразился — на склад походной колонной поротно. Это значит, если вы на складе ничего не достали, то и возвращаться нужно походной колонной поротно». «Я вам приказал, кадет Биглер, поддерживать порядок, а вы пустили все на самотек. Обрадовались, что теперь не нужно подсчитывать порции колбасы, и преспокойно пошли смотреть, как это я наблюдал из окна на напоровшегося капрала из дейчмейстеров. А когда я приказал вас позвать, вы дали волю своей кадетской фантазии и понесли всякий вздор. Я, мол, пошел убедиться, не ведется ли около напора того капрала какой-нибудь агитации. Осмелюсь доложить. Ординарец одиннадцатой роты Швейк, оставьте меня в покое с вашим Швейком!» — закричал капитан Сагнер. — Не думайте, кадет Биглер, что вам здесь удастся разводить интриги против поручика Лукаша. Мы послали туда Швейка. — Вы так на меня смотрите, словно я к вам придираюсь? — Да, я придираюсь к вам, кадет Биглер. Если вы не уважаете своего начальника, стараетесь его осрамить, то я вам устрою такую службу, что вы, кадет Биглер, долго будете помнить станцию РАП. — Хвастаться своими теоретическими познаниями. — Погодите, вот только прибудем на фронт, тогда я пошлю вас в офицерскую разведку за проволочные заграждения. — А как вы рапортуете? — Да я и рапорта от вас не слышал, когда вы вошли. — Даже теоретически, кадет Биглер. — Осмелюсь доложить, господин капитан. Все разговоры между офицерами, естественно, ведутся на немецком языке. — Что вместо 150 граммов венгерской колбасы солдаты получили по две открытки. — Пожалуйста, господин капитан. Биглер подал командиру батальона две открытки, изданные дирекцией Венского военного архива, начальником которого был генерал от инфантерии Войнович. На одной стороне был изображен русский солдат, бородатый мужик, которого обнимает скелет. Под карикатурой была подпись. — День, когда подохнет вероломная Россия, будет днем избавления для всей нашей монархии. Другая открытка была сделана в Германской империи. Это был подарок германцев австро-венгерским воинам. Наверху открытки было напечатано «Объединенными силами». Ниже помещалась картинка «Сэр Грей на виселице». Внизу под ним весело отдают честь австрийский и германский солдаты. Эдуард Грей. 1862-1933. Английский министр иностранных дел с 1905 по 1916 год. Под картинкой стишок из книжки Грейнца «Железный кулак». Веселые куплеты о наших врагах. Германские газеты отмечали, что стихи Грейнца — хлестки, полны неподдельного юмора и непревзойденного остроумия. Текст под виселицей в переводе. Грей. На виселице в приятной выси качается Эдуард Грей из породы лисьей. Надо бы повесить его ранее, но, обратите внимание, ни один наш дуб сука не дал, чтоб боюкать того, кто Христа предал. И приходится болтаться с Катине на французской республиканской осине. Не успел капитан Сагнер прочесть эти стишки, полные неподдельного юмора и непревзойденного остроумия, как в штабной вагон влетел батальонный ординарец Матушич. Он был послан капитаном Сагнером на телеграф при станционной военной комендатуре узнать, нет ли каких приказов, и принес телеграмму из бригады. Прибегать к шифровальному ключу не пришлось, телеграмма была не шифрованная и гласила «Быстро сварить обед и наступать на соколь». Капитан Сагнер озабоченно покачал головой. «Осмелюсь доложить, — сказал Матушич, — комендант станции велел просить вас лично зайти к нему для переговоров. Получена еще одна телеграмма». Несколько позже между комендантом вокзала и капитаном Сагнером произошел строго конфиденциальный разговор. Содержание первой телеграммы «Быстро сварить обед и наступать на соколь» вызвало недоумение, ведь в данный момент батальон находился на станции РАП. Станция РАП, Дьор, находится в 110 километрах к востоку от Будапешта, в Венгрии, а местечко соколь в западной Украине, к северу от Львова, то есть приблизительно в 500 километрах от станции РАП. И все же телеграмма должна была быть передана по назначению. Адресат — маршевый батальон 91-го полка. Копия — маршевому батальону 75-го полка, который находился позади. Подпись правильная. Командующий бригадой Риттер фон Герберт. — Весьма секретно, — господин капитан предостерег комендант вокзала. — Из вашей дивизии получена секретная телеграмма. Командир вашей бригады сошел с ума. Его отправили в Вену после того, как он разослал из бригады по всем направлениям несколько дюжин подобных телеграмм. В Будапеште вы получите еще одну такую же телеграмму. Все его телеграммы, понятно, следует аннулировать. Но пока мы никакого распоряжения не получили. У меня на руках, как я уже сказал, только приказ из дивизии. Нешифрованные телеграммы во внимание не принимать. Но вручать я их обязан, так как на этот счет я не получил от своих инстанций никаких указаний. Через свои инстанции я справлялся у командования армейского корпуса. Начато расследование. — Я кадровый офицер старой саперной службы, — прибавил он. — Участвовал в строительстве нашей стратегической железной дороги в Галиции. — Господин капитан, — сказал он минуту спустя, — нас, стариков, начавших службу с простого солдата, гонят только на фронт. Нынче в военном министерстве штатских инженеров путей сообщения, сдавших экзамен на вольно определяющегося, как собак нерезаных, — впрочем, вы ведь все равно через четверть часа поедете дальше. — Помню, как однажды в кадетской школе в Праге я, ваш старший товарищ, помогал вам при упражнениях на трапеции. Тогда нас обоих оставили без отпуска. Вы ведь тоже дрались в своем классе с немцами. Оба офицера вели разговор по-немецки. — С вами вместе учился Лукаш, и вы, кажется, были большими друзьями. Все это вспомнилось мне, когда я по телеграфу получил список офицеров маршевого батальона, которые проследуют через мою станцию с маршевым батальоном. — Много воды утекло с тех пор. Я тогда очень симпатизировал кадету Лукашу. На капитана Сагнера весь этот разговор произвел удручающее впечатление. Он узнал того, с кем говорил. В бытность свою учеником кадетского училища комендант руководил антиавстрийской оппозицией. Позднее погоня за чинами вытеснила у них оппозиционные настроения. Особенно задело его упоминание о поручике Лукаше, которого по каким-то неизвестным причинам не в пример ему Сагнеру всюду обходили. — Поручик Лукаш — отличный офицер, — подчеркнуто сказал капитан Сагнер. — Когда отправится поезд? Комендант станции посмотрел на часы. — Через шесть минут. — Иду, — заторопился Сагнер. — Я думал, вы мне что-нибудь скажете на прощание, Сагнер. — Итак, до свидания. — В действительности Сагнер сказал — Алсо, Наздар, — ответил Сагнер и вышел из помещения комендатуры вокзала. Вернувшись в штабной вагон поезда, капитан Сагнер нашел всех офицеров на своих местах. Они, разбившись на группы, играли в чапоре. Не играл только кадет Биглер. Он перелистывал начатые рукописи о событиях на театре военных действий. Кадет Биглер мечтал отличиться не только на поле сражения, но и на литературном поприще как летописец военных событий. Обладатель удивительных крыльев и рыбьего хвоста собирался стать выдающимся военным писателем. Его литературные опыты начинались многообещающими заглавиями, и в них, как в зеркале, отражался милитаризм той эпохи. Но темы еще не были разработаны, на четвертушках бумаги значились только наименования будущих трудов. Образы воинов Великой войны Кто начал войну? Политика Австро-Венгрии и рождение мировой войны Заметки с театра военных действий Австро-Венгрия и мировая война Уроки войны Популярная лекция о возникновении войны Размышления на военно-политические темы День славы Австро-Венгрии Славянский империализм и мировая война Военные документы Материалы по истории мировой войны Дневник мировой войны Ежедневный обзор мировой войны Первая мировая война Наша династия в мировой войне Народы Австро-Венгерской монархии под ружьем Борьба за мировое господство Мой опыт в мировую войну Хроника моего военного похода Как воюют враги Австро-Венгрии Кто победит? Наши офицеры и наши солдаты Достопамятные деяния моих солдат Из эпохи Великой войны В пылу сражений Книга об австро-венгерских героях Железная бригада Собрание моих писем с фронта Герои нашего маршевого батальона Пособие для солдат на фронте Дни сражений, дни побед Что я видел и испытал на поле сражения В окопах Офицер рассказывает С сынами Австро-Венгрии вперед Вражеские аэропланы и наша пехота После боя Наши артиллеристы Верные сыны Родины Даже если бы все черти восстали против нас Война оборонительная И война наступательная Кровь и железо Победа или смерть Наши герои в плену Капитан Сагнер подошел к кадету Биглеру Просмотрел все рукописи и спросил Для чего он все это написал И что все это значит Кадет Биглер восторженно ответил Что каждая надпись означает заглавие книги Которую он напишет Сколько заглавий, столько книг Я хотел бы, господин капитан Чтобы обо мне, когда я паду на поле брани Сохранилась память Моим идеалом является немецкий Профессор Удо Крафт Он родился в 1870 году В нынешнюю мировую войну Добровольно вступил в ряды войск И пал 22 августа 1914 года в Анло Перед своей смертью он издал книгу Самовоспитания к смерти за императора Капитан Сагнер отвел Биглера к окну Покажите, кадет Биглер Что там еще у вас? Меня чрезвычайно интересует ваша деятельность С нескрываемой иронии попросил капитан Сагнер Что за тетрадку вы сунули за пазуху? Да так, пустяки, господин капитан Смутился Биглер и по-детски залился румянцем Извольте удостовериться Тетрадь была озаглавлена Схема выдающихся и славных битв войск австро-венгерской армии Составлена, согласно историческим исследованиям, императорским королевским офицером Адольфом Биглером Примечаниями и комментариями снабдил императорский королевский офицер Адольф Биглер Схемы были страшно примитивны Открывалась тетрадь схемой битвы у Нордлингена 6 сентября 1634 года Затем следовали битвы у Зенты 11 сентября 1697 года У Кальдера 31 октября 1805 года Под Асперном 22 мая 1809 года Битва народов под Лейпцигом в 1813 году Далее битва под Санта-Лючией в мае 1848 года И бои у Трутного 27 июня 1866 года Последней в этой тетради была схема битвы у Сараева 19 августа 1878 года Схемы и планы битв ничем не отличались друг от друга Позиции одной воюющей стороны Кадет Биглер обозначил пустыми клеточками А другой — заштрихованными На той и другой стороне был левый фланг Центр и правый фланг Позади — резервы Там и здесь — стрелки Схема битвы под Нёрдлингеном Так же, как и схема битвы у Сараева Напоминала футбольное поле На котором еще в начале игры Были расставлены игроки Стрелки же указывали Куда та или другая сторона Должна послать мяч Это моментально пришло в голову Капитану Сагнеру, и он спросил «Кадет Биглер, вы играете в футбол?» Биглер еще больше покраснел И нервно заморгал Казалось, он собирается заплакать Капитан Сагнер с усмешкой Перелистывал тетрадку И остановился на примечании Под схемой битвы у Трутного В австро-прусскую войну Кадет Биглер писал Под Трутновым нельзя было давать сражение Ввиду того, что гористая местность Не позволяла генералу Матсу Хелли Развернуть дивизию, которой угрожали Сильные прусские колонны Расположенные на высотах Окружавших левый фланг нашей дивизии По-вашему, сражение у Трутного Усмехнулся капитан Сагнер Возвращая тетрадку Кадету Биглеру Можно было дать только в том случае Если бы Трутнов лежал На ровном месте Эх вы Будиевицкий Бенедек Бенедек Людвиг Августин фон Бенедек 1804-1881 Австрийский генерал В 1866 году Был назначен главнокомандующим Северной австрийской армией В войне против Пруссии Война была проиграна А Бенедек с позором Уволен в отставку Кадет Биглер Очень смело с вашей стороны Что за короткое время пребывания В рядах императорских войск Вы старались выникнуть в стратегию К сожалению, у вас все выглядит так Будто это мальчишки играют в солдаты И сами производят себя в генералы Вы так быстро повысили себя в чине Прямо одно удовольствие Императорский королевский офицер Адольф Биглер Этак, пожалуй, мы еще не доедем До Будапешта А вы уже будете фельдмаршалом Еще позавчера Вы взвешивали у папаши Коровью кожу Императорский королевский лейтенант Адольф Биглер Послушайте Ведь вы даже не офицер Вы кадет Вы нечто среднее Между ефрейтором и унтер-офицером Вы с таким же правом Можете называть себя Офицером, как ефрейтор Который в трактире приказывает Величать себя Господином штабным писарем Послушай, Лукаш Обратился он к поручику Кадет Биглер у тебя в роте Этого парня подтяни Он подписывается офицером Пусть сперва заслужит это звание в бою Когда начнется ураганный артиллерийский огонь И мы пойдем в атаку Пусть кадет Биглер Со своим взводом Порежет проволочные заграждения Милый мальчик Кстати, тебе кланяется Цикон Он комендант вокзала в Рабе Кадет Биглер понял, что разговор закончен Отдал честь И красный, как рак Побежал по вагону Пока не очутился в самом конце коридора Словно лунатик Он отворил дверь уборной И, уставившись на немецко-венгерскую надпись Пользование клозетом разрешается только во время движения Засопел Начал всхлипывать И горько расплакался Потом спустил штаны И стал тужиться, утирая слезы Затем использовал тетрадку О заглавленную схемы выдающихся и славных битв Австро-венгерской армии Составленной императорским королевским офицером Адольфом Биглером Оскверненная тетрадь исчезла в дыре И, упав на колею, заметалась между рельсами Под уходящим воинским поездом Кадет промыл покрасневшие глаза водой И вышел в коридор, решив быть сильным Дьявольски сильным С утра у него болели голова и живот Он прошел мимо заднего купе Где ординарец батальона Матушич Играл с денщиком командира батальона Батцером В венскую игру Шнопс Шестьдесят шесть Заглянув в открытую дверь купе Кадет Биглер кашлянул Они обернулись и продолжали играть дальше Не знаете разве что полагается Спросил кадет Биглер Я не мог У меня вышли все козыри Ответил денщик капитана Сагнера Батцер На ужасном немецком диалекте Кашперских гор Мне полагалось, господин кадет Идти с бубен, продолжал он С крупных бубен И сразу после этого королем пик Вот что надо было мне сделать Не проронив больше ни слова Кадет Биглер залез в свой угол Когда к нему подошел подпрапорщик Плешнер Чтобы угостить коньяком Выигранным им в карте То удивился, до чего усердно Кадет Биглер читает книгу Профессора Удо Крафта Самовоспитание к смерти за императора Еще до Будапешта Кадет Биглер был в доску пьян Высунувшись из окна Он непрерывно кричал В безмолвное пространство Смелее вперед, с Богом смелее вперед По приказу капитана Сагнера Ординарец батальона Матушич Втащил Биглера в купе И вместе с денщиком капитана Бацаром Уложил его на скамью Кадету Биглеру приснился сон Сон кадета Биглера Перед приездом в Будапешт Он, майор, на груди у него знак отличия и железный крест Он едет инспектировать участок вверенной ему бригады Но не может уяснить себе, каким образом он, кому подчинена целая бригада, все еще остается в чине майора Он подозревает, что ему был присвоен чин генерал-майора, но генерал затерялся в бумагах на полевой почте В душе он смеялся над капитаном Сагнером, который тогда в поезде грозился послать его резать проволочные заграждения Впрочем, капитан Сагнер вместе с поручиком Лукашем уже давно, согласно его Биглера, предложению были переведены в другой полк, в другую дивизию, в другой армейский корпус Кто-то ему даже рассказывал, что оба они, удирая от врага, позорно погибли в каких-то болотах Когда он ехал в автомобиле на позиции для инспектирования участка своей бригады, для него все было ясно Собственно, он послан генеральным штабом армии Мимо идут солдаты и поют песню, которую он читал в сборнике австрийских песен Дело идет о том Держитесь, стойко храбрецы Врага, разите удальцы Стяг императорский развейте Пейзаж напоминает иллюстрации из венской иллюстрированной газеты На правой стороне у амбара разместилась артиллерия Она обстреливает неприятельские окопы, расположенные у шоссе, по которому он едет в автомобиле Слева стоит дом, из которого стреляют, в то время как неприятель пытается ружейными прикладами вышибить дверь Возле шоссе горит вражеский аэроплан, вдали виднеются кавалерия и пылающие деревни Дальше, на небольшой возвышенности, расположены окопы маршевого батальона, откуда ведется пулеметный огонь Вдоль шоссе тянутся окопы неприятеля Шофер ведет машину по шоссе в сторону неприятеля Генерал орет в трубку шоферу «Не видишь, что ли, куда едем? Там неприятель!» Но шофер спокойно отвечает «Господин генерал, это единственная приличная дорога и в хорошем состоянии На соседних дорогах шины не выдержит» Чем ближе к позициям врага, тем сильнее огонь Снаряды рвутся над кюветами по обеим сторонам Сливовой аллеи Но шофер спокойно передает в трубку «Это отличное шоссе, господин генерал, едешь как по маслу Если мы уклонимся в сторону, в поле, у нас лопнет шина Посмотрите, господин генерал!» Снова кричит шофер «Это шоссе так хорошо построено, что даже тридцати с половиной сантиметровые мортиры нам ничего не сделают Шоссе словно гумно А на этих каменистых проселочных дорогах у нас бы лопнули шины Вернуться обратно мы также не можем, господин генерал «Дж-дж-дж-дж-дж-джум!» Слышит Биглер, и автомобиль делает огромный скачок Продолжение следует...